Продолжает свою работу Люберецкая резиденция Деда Мороза. Напомню, ее масштабное открытие состоялось в Краеведческом музее 16 декабря прошлого года. Главный волшебник страны гостеприимно принимает люберчан и делится с ними чудесами. На этот раз он провел мастер-класс по рисованию для детей. Опытные преподаватели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой учили детей на мастер-классе техники правополушарного рисования, который раскрывает творческие способности людей разных возрастов. Вот этот зажим, который у нас существует «Я не могу, я боюсь» для нас действительно очень сложный. Он действительно формируется с детства. Это рисование дает возможность такому творческому потенциалу. Ребенок стартует, легче учится, легче узнает новое. Особенность техники в том, что человек не знает, что он рисует. И это развивает фантазию. Причем не только ребенка, но и взрослого человека. А здесь, как известно, в работу включается правое полушарие мозга, отвечающее за творчество. Совсем не сложно. Палочка-палочка. И у тебя получается рисунок. Главное следовать указаниям учителя. И все у тебя получится. Увлеченность процессом – одно из главных условий техники. Благодаря ей человек расслабляется и не думает об условностях. И результат, как отмечают специалисты правополушарного рисования, удивляет не только автора, но и окружающих. Родители обычно, когда забирают детей после занятия, говорят, мы не верим, что это наш ребенок рисовал. Ну и это нормально, потому что действительно получается результат совершенно неожиданный. Это занятие в резиденции Деда Мороза проходит уже во второй раз. Но к Старому Новому году она прекращает работу. Зато в следующем организаторы мастер-класса. Люберецкий ДК при поддержке Комитета по культуре округа планирует еще приглашать всех желающих для участия. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ.